Хайушки, всем с вами Эдитер Марго и Вампайя-сан. Сегодня мы вновь вспомним старое доброе описание аниме-героев. И в этом видео опишем уже другую команду из баскетбола Куроку. Оставайтесь с нами. Жертвой сегодняшнего обзора станет баскетбольный клуб старшей школы Ракузан. И начнем, пожалуй, с капитана, как и в прошлый раз. Все мы прекрасно знаем засранца Акаши Сейджева. Ему 16 лет. Родился 20 декабря. По знаку Зодиака Стрывец. Рост 1,73 м, вес 64 кг. Худенький какой! Группа крови четвертая. Сейджи Хироши Камия. Акаши натуральный дрыщ. Простите, фанаты. Волосы красного цвета. Если бы точнее, пурпурные. Глаза такого же цвета, но учитывая то, что у него гетерохромия, один из них становится золотистым, когда он использует свою способность. Императорский глаз носит форму с капитанским номером 4. Позиция – разыгрывающий защитник. На втором курсе средней школы стал капитаном, старший же на первом. Акаши родом из знатной семьи. Он приучен к порядку и дисциплине, поэтому всегда сдержан и вежлив. С большим уважением относится к старшим. Имел достаточно спокойный характер, но после перемен в поколение чудес стал запнутым и начал кидаться на людей с ножницами. В общем, получился из него Цундерри, мама не горит. Главной целью Акаши всегда была и будет только победа, и ради нее он готов пойти на все. Как он сам любит говорить, я всегда выигрываю, а значит я всегда прав. Но вот тут бы мы поспорили. Следующим станет один мадама Рео Мибучи. Родился 23 сентября. Знак Дедяка Весы. По документам 17 лет. Рост 1,88 м. Вес 7,4 кг. Круппа крови 2. Целью Ватару Хатана. Рео – вице-капитан. Известен также, как один из накоронованных королей. У Мибучи длинные темные волосы, достигающие уровня его подбородка. У него мягкий взгляд, светлый глаз. Улыбается он не очень часто. Носит сине-белую майку Рекузан с номером 6. Имея не слишком мощное телосложение, он достаточно высокий для своей позиции. Это плющего защитника. Достаточно организованная и педантичная личность. Один его товарищ по команде, подружеский, заветовал Реоне, что дословно означает сестричка Рео. Он сдержан и вежлив. Например, не дав однажды оступиться Рику Айда, он очень добродушный, попросил игроков с Эрин внимательно обращаться с девушками. Не любит чрезмерную подвижность и суетливость. Далее следует раздражающий многих Катаро Хаяма. Родился 25 июня, знал зодиака Лев. Возраст 17 лет. Рост 1,80 м, вес 85 кг. Группа крови 3. Сею Тошики Масуда. У Хаямы светлые волосы и темно-зеленые глаза. Достаточно ловкое и гибкое тело. Так же как и Рео, один из некоронованных королей. Известен по прозвищу Зверь Грома. Носит форму с номером 7. Позиция на площадке – легкий форвард. Он достаточно веселый и энергичный парень. Во время игр же становится чрезвычайно мстительным и злопамятным. Может вести себя чересчур высокомерно, указывая другим на их ошибки. Дальше будет Эйки Чинебуя. Возраст 17 лет. Родился 30 апреля, по знаку зодиака Телец. Рост 1,90 м, вес 94 кг. Группа крови 1. Сею Токахира Фудживара. Тоже является одним из некоронованных, под достаточно забавным прозвищем – Сила Геркулеса. Собственно, можно делать выводы, что его преимуществом является мышечная масса. В одном из эпизодов заявил. Ты играешь в баскетбол с твоим телом, а мускулы движут твоим телом. Пока ты силен, все совершенствуется. У Эйки чесмуглая кожа и небольшая оборотка. Темные, короткостриженные волосы. По обеим сторонам головы выбрят две тонкие линии. Глаза фиолетовые. Формас номер 8. Позиция – центровой. Небуя настоящая обжора. Наверное, даже превосходит Кагами. В команде получил кличку «Горилла с мускулами». В матчах выбирает достаточно агрессивный стиль, изначально подавляя противника не только размерами своего тела, но и игрой. Последним будет новая и усовершенствованная версия Куроку. Чехиро Моизуми. Родился 1 марта. По знаку зодиарка рыбы. Рост 1,82 м. Вес 69 кг. Возраст 18 лет. Группа крови 4. Сэю Рёта Осака. У Моизуми серые волосы и фары такого же цвета. Значит, форму с номером 5. Позиция – тяжёлый форвард. Он достаточно гордый парень и не позволяет другим смотреть на себя свысока. Тем не менее, он реалистично оценивает соспособности, признавая свои слабости в том либо ином деле. Он слишком прямолинейен, и порой его слова могут покататься чуть-чуть грубыми для окружающих. Открыто говорит Куроку, что намного лучше его. Из команды единственный третий год как. После зимнего кубка он покинул клуб, окончив старшую школу. Подводя итоги, можно сказать, что команда очень сильна. Также каждый из них силён в одиночку. Как всем известно, команда не очень слажена. Акаши подавляет их мнение, заставляя слепо следовать за собой. И делая акцент только на их способности, они не развивают другие, тем самым губя свой талант. На этом всё. Подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и оставляйте свои комментарии. С вами были Эдитар Марго и Вампайер Сан. Всем гавая савенара! Субтитры сделал DimaTorzok